Всем привет! Давным-давно хотел записать видео на тему импортозамещения. И уже раз 15 записывал, но так и не отредактировал. В России крутят, кричат, свистят и пролетают по бешеному с импортозамещением. Потому что импортозамещение в России не направлено на импортозамещение. Но направлено на политическое афера, грубо говоря. Импортозамещение хорошая вещь. Не зависеть ни от кого для важных, критических и желательно вообще всех продуктов это хорошая вещь. И это делают практически, пытаются делать все и всюду. Как показывает практика, мы все зависим от Китая на очень большое количество предметов. Некоторые предметы просто уже физически нигде не производятся, кроме как Китая. И если Китай скажет, а мы вам закроем кран, то очень многие пострадают. Само собой, в прогрессивном мире это не так страшно. У многих есть, то есть Китай ничего своего, собственно, ничего не придумал. Все, что они делают, они делают по западным лицензиям. А в большинстве случаев просто взяли, купили, разобрали и делают то же самое, только дешевле. И, само собой, ненамного качественнее. Качественные вещи требуют дорогого качественного материала. Вот, Китай этим не заинтересован, он заинтересован дешевками выдавить рынок. Но, чтобы победить Китай или вообще просто-напросто сделать какой-то продукт, это берет время. Вот, просто-напросто сказать, ребята, завтра мы начинаем делать свое, я не знаю, производить свое молоко. Это нельзя физически сделать. Поэтому, когда я слышу в России импортозамещение и эмбарго, которое Россия сама на себя наложила, это звучит смешно. Почему? Ну, посмотрим, как должно быть импортозамещение. Вы решили, скажем так, делать свое молоко. Значит, у вас должно быть энное количество времени, опыта работы с коровами. У вас должны быть коровы, у вас должны быть пастбища, у вас должна быть технология, как собирать сено, как его хранить, как его перевозить, как его довозить до коров, как содержать коров, мыть, умывать, доить, потом отогнать, где-то делать из этого молоко, паковать и развозить. Это длительный процесс. Большинство фермеров на Западе, они не, как бы, очень редко кто вот решает, я сейчас почитаю парочку книг и стану фермером. Большинство это поколения за поколением, которые это делали и с детства знают весь процесс. Хороший фермер в Америке, это обычно семьи, вот где же там 10-15 тысяч коров, семья. У них может быть там пару работников, но обычно это семейный бизнес, очень часто это семейный бизнес. Вот, они подтягивают к себе другие бизнесы, которые помогают им там с перевозками и всякое такое. Просто так на месте сказать, ребята, все, мы перестаем закупать заграничных, заграничное молоко и переходим только на наше физически невозможно. Чтобы это случилось, чтобы это случилось, нужно научить людей хотя бы, ну, простому базовому фермерству. Да, то есть это 3-4 года в специализированном колледже или университете даже. Потом эти люди должны хоть немножко попрактиковаться, ну, скажем, годика-полтора на существующей ферме. Если они хотят открыть свой бизнес, значит, им нужна суда под это, да, то есть вот они поучились, они попрактиковались, взяли бабки, купили оборудование, купили оборудование. На это оборудование уже идет процент, да, то есть вы взяли в суду. Значит, суда должна быть беспроцентная или с низким процентом. Они купили оборудование, купили там коров. Коровы сразу же там не будут нести бешеного результата. Вот, будут проколы, особенно в первый, второй год. Вот, то есть результата нужно ждать годика 3, вот, когда вот человек встанет на поток. То есть 3 минимум года обучения, год практики 4 года, настроить бизнес 5 и хороший результат пойдет еще через 3 года. 8 лет, 8 лет, чтобы начать производить нормально молоко. Мы не говорим конкурентно способное молоко, просто чтобы человек работал нормально. 8 лет. Поэтому тот факт, что там Медведев крикнул, или там Путин сказал, будет импортозамещение в следующем году, это нонсенс, окей? Это бред. Это даже корова бы сама не придумала, если бы у нее было достаточно IQ для этого. Это физически невозможно. Это можно при одной маленькой-маленькой инвестиции в бешеном количестве денег, когда вы купите готовое полностью производство с профессионалами за валюту. Они приедут, они все настроят. В течение года ваши ребята прямо уже на месте с дорогими инструкторами будут работать, смотреть, как это будет делаться. И будут на месте уже получать комплексную информацию, как работать именно с вот этими коровами, именно с этим инструментом. Проблема в этом, что это бешеные бабки. Никто не поедет просто так, из патриотических соображений делать такое. С учетом того, что русский рублик за последние 5 лет упал почти в 4 раза, в 3,5 раза, сделать российское молоко конкурентным физически невозможно. Вы будете или ждать 8 лет, или же придется пользоваться заграничным. То же самое сыр, то же самое йогурт. Мы не говорим, то есть молоко это простой продукт, да? То есть корова в принципе дает молока, он требует небольшой обработки, чтобы оно там меньше портилось, там можно какие-то добавить химикаты. Если вы хотите делать сыр, это нужно иметь технологию. В зависимости от того, где и как и какой сыр, некоторые технологии, они секретные. Я знаю, в Канаде, в Кубеке есть специальное пастбище, на котором живут коровы, у которых насчитывается история этих коров, этого пастбища в 400 лет. Для этого какого-то там сыра, именно эти коровы, которые дают именно эту жирность молока. И у этой фермы там есть 3 отдельных пастбища, каждое молоко, каждое 3 пастбища, на каждом из этих пастбищ свое отдельное, свои отдельные коровы, которые дают отдельную жирность молока специально для определенного сыра. Семейный бизнес, там куча этих десятки тысяч коров, вот, и таким образом у них и традиция, и качественный сыр. Вы физически не сможете, ну, никак их передавить, ни за какие деньги, вот. Плюс, плюс, ко всему этому нужны по-любому деньги, вот. Что послать студента уничиться в этот университет, а когда он знает, что он первый урожай получит через там 8 лет, что он начнет зарабатывать, то есть 8 лет он должен на что-то жить. Допустим, в Канаде, когда ты идешь в университет или в колледж, ты можешь взять суду, который в принципе с трудом, но тебе покрывает большинство хотя бы школьных расходов, вот. И ты начинаешь ее выплачивать, она под нулевой процент, пока ты учишься, начинаешь выплачивать полгода, через полгода после того, как ты вышел. Если вы берете аграрные суды, то они обычно под нулевой процент на какой-то период времени, и потом через энное время у них начинает расти маленький процент, махонький там, 2% годовых, 3% годовых. Теперь, что мы видим в России, процентная ставка, некоторые суды по 20-30%. Ребята, физически невозможно, неважно, физически невозможно, математика не сходится. Вы не можете импортозаместить этот продукт. Вам нужно импортозаместить весь рынок. Если вы начинаете, у вас, допустим, были коровы, и вы что-то делали, умножить продукцию в 3, в 10, в 15 раз тоже невозможно, вам нужно купить этих коров где-то. Коровы просто так не бегают. Их нужно привести при падении рубля к доллару, это физически невозможно, опять все упирается в бабки. При потере рубля почти в 2,5 раза за последний год, полтора, нельзя сделать никаким образом конкурентоспособную продукцию. Она физически не может существовать. Поэтому крики, что вот мы сейчас накажем Запад, мы сейчас это все, это все для телевизора. Это все для дебилов. Если кто-то верит, что импортозамещение хоть как-то работает, я вас расстрою, вы дебил. В некоторых сферах есть сферы попроще, не знаю там, грубо говоря, даже не знаю, какие сферы могут быть попроще. Ну вот мы слышали про энергомост в Крым, да? Какая-то неизвестная компания взяла проект и все там погорело. Нельзя просто так. Нужны специалисты. Специалисты берут месяцы, года, чтобы их сделать. И деньги, деньги, деньги. Учитывая, что денег нет, это значит, надо надеяться на частника. Что мы видим в последнее время? Вчера Путин в очередной раз сказал, что бензин подорожает на каких-то там 7% вроде бы. Это влияет на частника. Частник смотрит на это, говорит, сейчас я буду вкладывать бабки, а через полгода-год опять прыгнут цены на что-то. Значит, Платон, капремонт, народ не будет, нормальный народ, нормальный народ, не будет инвестировать в экономику, в которой идут непонятные скачки. Надо учиться на ошибках чужих. Во-первых, надо учиться на ошибках. И предпочтительно учиться на ошибках чужих. В 2004-м, кажется, когда там на юге Америки затопило штат, и там была куча нефтехранилищ. Прыгнула цена на нефть за один день по бешеному, там что-то 15% вдруг скачок. Это отразилось в конце дня на 30% в цене. Вот, 15% подорожала нефть, и это отразилось на 30% в окончательной цене продукта. Само собой, там много спекуляций, но нужно с этого понимать. Всегда будет кто-то, кто будет наживаться, это всегда кто-то будет спекулировать. Чем дальше, тем хуже. Значит, продукт, когда идет бешеная ставка, бешеная ставка, и она может прыгнуть в любой день, это входит в цену продукта. Значит, в нормальных западных странах, например, как Канада, процентная ставка не может подняться больше, чем на 0,25% в квартал. Не может. Я могу в самом худшем расчете знать, что если там процентная ставка постоянно поднимается из-за каких-то плохих колебаний в экономике, в этом году она будет хуже. Я вчера, кстати, был в банке, думал себе ипотеку брать, и смотрю, ипотека считается по очень высокому проценту по отношению к тому, что сейчас. Я говорю, а что процент почти в 2,5 раза выше? Говорит, банк, если дает тебе бабки, он дает ее с намного выше процентом. В случае, если будет скачок, банк должен быть уверен, что ты можешь выплатить. То есть, допустим, сейчас процентную ставку можно 2, накопать можно где-то 2-2,5%, а то Нейджи он считал почти больше, чем 4,5%. В 2 раза выше процентная ставка. И ты такой, как бы, ребята, а что? Если она прыгнет, ты сможешь платить или нет? Все. Вот она, это самое. Вот как делается бизнес. Поэтому то, что, как его там, Борецкий сжигает баксы, сжигает свою машину, вот, рвет футболки, грызет банки пива, селедка, килька, шпроты латвийские называют врагами народа, давит гусей, это никак, никак не может повлиять на импортозамещение. Никак. Нужны деньги, нужно скоординированное, плавное, продуманное. Это нужно думать месяцами, годами. Причем нельзя сказать, мы сейчас импортозаместим все. Это физически. Нужно брать маханький сегмент и в нем добиваться успеха. Потому что, если вы возьмете там 3-4 сегмента, и где-то у вас будет ошибка, вы ошибетесь во всех сегментах, вы останетесь без всех продуктов. Если вы останетесь без всех продуктов, значит, кто-то, кто пользуется этими продуктами, ему придется крутиться на месте, ему придется делать свои продукты. Это поднимет цену общего продукта еще раз. Если мне нужны какие-то комплектующие, и я их брал в определенном месте, а мы сказали, а мы сейчас их импортозаместим. Да? Их заместили. Продукт некачественный, плохо работает, а на другой продукт от него зависит. Конечный результат. Нету ни того продукта, нету ни этого продукта. Бабки потрачены. Крохотные сегменты, маленькие, постепенно. Буш там когда-то в свое время, вот мы сейчас как бы все грязное производство в Китае тошлем. Отослали. Начали присылать из Китая то самое, говно, грубо говоря. Вот. Посмотрели на это дело, а экономике это не нравится. Та-та-та-та. Все производство возвращается плавно в Америку. Плавно. Но, но, очень важное но. В Америке плюс-минус стабильная экономика. Плюс-минус. В Америке есть инфраструктура глобальная. В Америке есть профессионал. Америка большая. Есть ресурсы и есть деньги. Окей? И есть куча хороших предпринимателей. Есть законная база, которая соблюдается в 98% случаев. И если кто-то увидел, что есть брешь и какого-то продукта нету, хороший предприниматель не боится попробовать конкурировать. Инвесторов на хороший бизнес всегда можно найти. Есть программы государственные, которые разрабатывались с десятки лет, которые существуют. Можно получить всяческие гранты и получить помощь в открытии нового бизнеса. Это постоянно делается. Деньги государство дает. Но эти программы были придуманы давно. И если вдруг какая-то серьезная брешь, народ таки обращается к государству. И государство, ага, задумались. Само собой не случится за неделю, не случится за две. Но по большому счету любое производство можно заменить в Америке в течение двух лет. В течение двух лет. Сейчас Россия выпендривалась со своими носителями в космос. Вот Америка сказала, ребята, это нам не нравится, мы не хотим зависеть. Мы хотим свои локальные движки. И на это отдаются деньги. Серьезные деньги под серьезные результаты. Может быть, что программа провалится. Может быть. Кто-то об этом услышит. Допустим, в Германии или в Израиле делают маленькие ракеты. Но могли бы и придумать и большую. И продадут свое. И от России единственная вещь, которая Россия на базе ракет, которые придумывались в конце 60-х, начале 70-х, которые еще хороши. Но они просто-напросто по рентабельности одно время выдавили. Потому что в Америке, чтобы тестировать ракеты, нужно иметь дорогие полигоны, там, где рядом нет людей, нужно людям платить бешеную зарплату. А в России какая разница, да? Если там люди рядом дохнут, никого это не интересует. Поэтому изначальные тестовые фазы российских ракет, вот, они были, скажем так, более удачные. Из-за простоты, изменяемости инженеров и всей обслуги. Вот. Сейчас Америка говорит, нам это не нравится. Мы будем занять маленький сегмент. Потихонечку. Google, Google, вчера у него была первая авария, которую Google сделал. Машина проехала более, около 15 миллионов километров на автопилоте и сделала первую аварию. 15 миллионов километров. Таких, как бы, сравнений нету нигде в индустрии. Это тестирует машину 15 миллионов километров. Вот. И сейчас ее еще будут дотестировать, еще будут продолжать тестировать. Никто не пускает ее на рынок. Apple, да? Apple сказал, что будет делать машины. Apple сказал, что будет делать свои машины. У Apple на секунду есть свободного денежного запаса, что-то около 170 миллиардов долларов. 170 миллиардов. У Apple есть бабла. У Apple есть брендинг, у Apple есть имя, есть инженеры, есть технологии. Они не знают, как делать машины. Не знают. Вот. Ну, как бы, они знают, как делать электронику. Там, как бы, добавить. Дизайн они тоже умеют делать. Комплектующие купят. Сделают свое. Но, при всем этом, что я хочу сказать. Они говорят, что машина будет готова, в лучшем случае, через 4 года. При, в принципе, безграничном количестве бабла. Они говорят, что это возьмет 4 года, чтобы выпустить машину. Я уверен, что уже, как бы, прототипы будут раскуплены за год, за два. Если Россия хочет полностью привезти какой-то продукт на рынок, заменить кого-то, вот, это берет время. Не за год. Не по команде государства. Когда в 2008-2009 году в Америке был кризис, первая платежка, чтобы его как-то погасить, она не была идеальной. Была более 720 миллиардов долларов. А общая программа около полутора триллионов долларов, расписанная на 7 лет или на 9 лет, кажется. Я не помню точно. Полтора триллиона долларов, чтобы устабилить экономику. Вот, чтобы такого кризиса больше не было. Стандарты поменяли, все поменяли, но это расписано на длительный период времени. И бешеные бабки. Для сравнения, весь бюджет российского государства, на данных ценах вообще это в 7 раз меньше получается по сегодняшним деньгам. В 7 раз меньше бюджет России, нежели критический пакет стабилизации экономики в Америке. Америка, в принципе, довольно-таки неплохо пережила кризис 2008-2007-2009. Россия не может этого себе физически позволить. Деньги бросаются вот так вот, не продумав, просто на ветер. Не будет никакого импортозамещения. Оно для этого не придумано. Теперь, спрашивается, если ничего не придумали, если мы знаем заранее, что это физически не будет работать по той причине, что оно не продумано, нету никакого компонента в этих действиях, в этом крике мы сейчас все импортозаместим, нафига это все нужно? Это нужно просто-напросто для того, чтобы удержать валюту в российской казне. Что это значит? Экономика России настолько в плохом состоянии, но это как бы никто громко не говорит, что нужно запретить людям тратить или покупать валюту, потому что рубль будет падать бешено. Когда гигантский супермаркет не может закупать, ему запретили закупать иностранные продукты, значит сотни тысяч долларов будут держаться на российских счетах. С этими деньгами можно что-то делать, хоть как-то покрывать гигантские долги, которые российские компании инвестировали в будущее и т.д. Если же дальше продолжать то, как оно было, то будут большие-большие проблемы. Если еще как бы в доказательство, в догонку, что импортозамещение не направлено ради экономики, оно направлено ради поддержки ситуации на валютном рынке, запретили туристические поездки в Турцию, в Египет, разоряют полностью туристическую инфраструктуру, разоряют полностью компании, перевозчики, ну там аэрофлоты, всякое тому связанное. Полностью разоряют, да? Но почти 3 миллиона туристов, 3 миллиона туристов никуда не поедут. 3 миллиона туристов не будут покупать валюту, потому что перевозчик должен покупать бензин в иностранном аэропорту, нужно покупать гостиницу и все это самое. Как минимум 3 миллиона остались в России. Окей? 3 миллиона людей, которые в потенциале вы потратили где-то по 1000 баксов на поездку, это 3 миллиарда долларов, которые остались в российских счетах. Они не сыграли на экономику, они не сыграли против российского рубля. То есть вот это вот все, что происходит, оно происходит для удержания хоть какой-то ликвидности российских банков. Потому что, если не кричать импортозамещение, российская экономика сдохнет в секунды. Но пока народ прожирает свой последний золотой запас, в ближайшие полтора года мы увидим полностью коллапс. Всего этого полностью невозможно, просто бабла столько нет. Ну и единственное спасение ситуации, это, конечно же, какая-нибудь большая война, которая закрутит цены на нефть. Зиму 2014 года ждали, что будут бешеные холода. Этого не случилось. Зима 2015-го. Тоже не было нигде бешеных холодов. Это не подняло цены на нефть. На рынок нефти добавился Иран. Нефть падает. Саудовская Аравия говорит, ребята, мы будем выдавливать всех игроков, которые плохо стараются. То есть экономики нету шансов. В Украине бешеные залежи газа, которые, когда, как только что-то стабилизируется, начнут разрабатываться. В Египте бешеные залежи газа. В Израиле бешеные залежи газа. Все страны, которые граничат с Россией, делают бизнес и пытаются как больше изолировать себя и отогнать себя от России. То есть экономики... Инвесторы уходят. Нету ни одного... ни одной предпосылки на то, что что-то делается, чтобы восстановить экономику. Тот факт, что разбомбили так называемые самострои в Москве, показывает, что государство вообще не думает. То есть, ну, само собой, там, бабки поделят, но в очередной раз, в тысячный раз, отпугивают малый бизнес. Ты сегодня подписал документы, ты вложил бабки, а вдруг, опа, тебя пришли, снесли и доказывает, что ты не олень. Малого бизнеса нету, большого бизнеса нету, инвестиций нету. Гигантские корпорации, которые вкладывали миллиарды долларов в потенциальную инфраструктуру России, визы уходят. Миллиарды! Это миллиарды долларов, которые уже инвестировали в инфраструктуру. И компания такая решает, знаете что? Хрен с ними, мы потеряем несколько миллиардов, нежели мы будем продолжать инвестировать. Мастеркард уходит. Российская карта Мир! На крик, так говорят, ребята, вот у нас карта Мир, она принимается, кто-то там делал проверочку, обошли 100 магазинов, один принимает. Один магазин принимает карту Мир. Это классная карта, маленький, правда, Мир. Поэтому импортозамещение, это блеф, 100% блеф, он 100% предназначен для того, чтобы поддерживать ликвидность банков, чтобы можно было хоть как-то оперировать кремлевским корпорациям. Иначе, если не будет бабла, если люди будут покупать иностранные продукты, как они покупали до этого, просто-напросто цена рубля будет падать ежедневно бешеными скачками, люди будут вывозить, люди будут вывозить доллары, еще будет это делать намного проще. Все. Думайте сами, решайте сами. Россия сильна только нефтью и газом, а мы уже давно ничего не производим. И живем, проедая доходы от экспорта ресурсов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!